Перед началом попрошу вас подписаться на канал Антитопор и поддержать его своей лептой. Реквизиты Сбербанка и Патреона прямо вот под этим экраном. Что ж, теперь начнем. Для начала хочу закрепить термин сегодняшнего выпуска с помощью русского языка и интерпретировать, что такое союзник. Заглядываем, видим. Происходит от существительного союз, далее от древнерусского севуз, связь, узы. Также соус, путы, узы, союз, общество. Синонимы союза. Единомышленник, федерат, товарищ, друг. Антонимы союзника. Враг, противник, неприятель. Итак, закрепили. Вот Турция и Азербайджан живой пример союзника. Я бы даже сказал модель. А более старшее поколение помнит в качестве моделя Варшавский договор, в котором бронированными союзниками являлись СССР, Польша, ГДР, Чехословакия, Болгария, Венгрия и так далее. Та же Куба под боком у США, которая так и осталась под брюшем, благодаря сильному союзнику тогда еще СССР. Стоило только Кеннеди сказать в адрес Кубы нечто угрожающее, как через несколько часов советские корабли окружили остров, приготовились к атаке. Это небольшое отступление, чтобы наглядно продемонстрировать, что такое союзник и что он подразумевает. Замечу, что первый наш союзник это сами мы. Поэтому дробить нас на сюникцев, арцахцев, коварцев, гюмрийцев и даже химшил не только нецелесообразно, но и опасно. Мы все один народ, армянский народ, сформировавшийся на Армянском Нагорье от Центрального Тавра на Западе до Куры и Аракса на Востоке. Наша задача объединиться, а не дробиться. Все, кто считает иначе, проверьте свои ДНК. Возможно, ваши корни из Мангышлака. Теперь можно поговорить о некоторых товарищах, которые являются гражданами наших союзнических государств и прислуживают азербайджанскому султану Узумбуруну. Но они были бы не совсем нам понятны, если бы мы упустили из внимания самих граждан Армении, в числе которых лидеры этой страны. Потому что, когда мы говорим, что виноваты сами с тем, что произошло в Арцахе в 2020 году, мы должны сказать, чем виноваты. Конечно, уже обсудили, что в целях экономии денег для обворовывания, обмундирования было низкопробным. Из-за чего солдаты арцахской армии погибали, будучи в касках от ранений в голову осколками. Шарпотреб китайский не уберег их. Что не хватало бойцам бронежилетов, от чего тоже погибали смертельными ранениями в грудь, спину, живот. В этом можно винить и старую власть вороватую, и новую, неподготовленную, но выпендрежную. К тому же, как вы думаете, откуда у Азербайджана штаны и китель армянской армии? Многие из вас наверняка скажут, что сняты с пленных или убитых. Но ведь по тем азербайджанским шнырям и наемникам, на которых была армянская форма, для запутывания наших ребят во время боевых действий и по тем манекенам, что Алиев разместил в своем дурацком парке трофеев, форма совершенно не выглядит ношенной. Она вполне новая. И тут выявляется одна из основных недальновидностей армянских властей. А именно, на днях состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым на его поле. Александр Рыгорович поздравил Алиева с распутыванием Гордиева-Карабахского узла и в свойственной манере предложил принять белорусов подработку восстановления инфраструктуры Карабахской зоны. Впрочем, Лукашенко всегда свои визиты в разные страны измеряет с выгодой финансовой для Беларуси. Совцы паршивые хоть клок поиметь, это не секрет. Но при чем тут Лукашенко, спросите вы? Тем более Лукашенко никогда не скрывал свой пиетет в азербайджанскую сторону и даже получил за это орден Алиева-старшего, после которого пообещал Алиеву-младшему отработать. Во всяком случае, пока подрастает Алиев наимладший, Гейдар II. И во многом, надо сказать, отработал. И Лапшина сдал, и финансовым посредником собрался было поработать между Сарксяном и Алиевым, и много чего другого. Лукашенко при том, что много лет назад армянские власти клюнули на удочку Рыгоровича и стали закупать у Беларуси трикотаж и все, что с ним связано. В том числе и ткани для пошива формы армянской армии. Вот и думайте, откуда у Азербайджана идентичная армянской армии форма. А модель недолго скопировать. Тем более, когда есть трофей. Как вообще в голову могло прийти Сарксяну или Кочаряну, я уж не знаю, с кого началась эта закупка, у Беларуси? Это же не босоножки. Это не трусы и не лифчик. Это стратегическая вещь, которая нам же и аукнулась. Беларусь виновата? Нет. Нет, отнюдь. Виноваты мы сами, что не видим очевидное и ради своих амбиций, жадности, недальновидности совершаем такие грубые ошибки. Ошибки стратегической важности. Даже среди моих зрителей есть такие личности, которые правой рукой распространяют обо мне грязь, а левой рукой пишут, что им нравится, что я делаю. Это тоже, кстати, армяне. И это Шиза. Правда, ни один Шизик не знает, что он охвачен Шизой. Поэтому я и не стараюсь им доказывать обратное. Далее о союзниках. Недавно на голосовании в ПАСЭ Россия проголосовала против возвращения армянских пленных, находящихся в Азербайджане. Это действительно так, но действительно и то, что вопрос этот ставился на голосовании пакетно с антироссийскими документами, в числе коих Навальный и освобождение Крыма. Скажу честно, я эту версию поддерживаю хотя бы потому, что не может Россия голосовать против себя же самой. К тому же ей нет резона оставлять в Азербайджане армянских пленных. Ну, не вижу я какого-то резона. Дивидендов в России от этого точно не получит. И еще верю потому, что из 12 членов российской делегации пятеро проголосовали против и семеро воздержались. Тоже понятно, почему воздержались, потому что пакет был предоставлен коряво. Не было бы пленных, а скажем, один Навальный или Крым, то все бы 12, возможно, проголосовали против. Это чистая психоаналитическая математика. И обвинять Россию в том, что она против возвращения армянских пленных, не имеет смысла. Хотя бы по тем воздержавшимся и тем же пакетам. Обвинять нужно ПАСЭ, который включил в этот документ армянских пленных. Но, но, по иронии судьбы, из тех пятерых проголосовавших против оказались проазербайджанская лоббистка, гражданка США и одновременно российская госслужащая Ирина Роднина. Уж эта союзница, уверен, точно знала, за что голосует против. Иначе бы воздержалась. Также и проазербайджанские парламентарии Леонид Слуцкий. Не думаю, что это совпадение. У этих уж точно во главе угла стояли не Крым и не Навальный, а конкретно армянские пленные. Поэтому надо отдать должное, не делать скоропалительных выводов под давлением азербайджанских провокаторов, что, дескать, Россия проголосовала против. Против проголосовали пятеро. Двоих я назвал. Остальные трое это Юрий Олейников, Константин Пахомов и Николай Рыжак. Что ими двигало, покажет время. Не пойман, как говорится, не вор. Есть у нас еще подобные союзнички, о которых я часто упоминал. Это Коротченко, Калашников, Стракань, Савельев, Журавлев. В биографии коих не загляни, так за голову взяться хочется. Они выполняют функции Алиева на российском ТВ. И постоянно упоминают НЖД, отсутствие русских школ в Армении и прочее. Вот только забывают сказать о настоящих сподвижниках Гитлера Расул Заде и Фатали Бейли. И главное, забывают отметить, что соратник Гитлера по Закавказью Расул Заде был первым председателем Национального Совета Азербайджана и один из создателей этой страны в начале 20 века. Иначе говоря, к тому, что на карте мира в начале 20 века появилось государство Азербайджанская Демократическая Республика, это дело рук нацистского преступника Расул Заде. Про Фатали Бейли так и вовсе молчу, учитывая, что именно его легион вермахта сжег с лица земли кубанскую станицу Старокурсунская. Что касается русских школ в Армении, то это очередная ложь. Они есть, их три. А учитывая небольшой процент русских в стране и армян, желающих учиться в русской школе, этих три вполне достаточно. Их больше на самом деле, но эти три конкретно в Ереване. Если возникнет необходимость, то, уверен, и четвертая в Ереване будет. Ну а если вам кажется, что три это мало, то нет проблем, строите четвертую. Никто вам препятствовать не станет. Это к слову. И, наконец, подходим к сюжету, который недавно появился в эфире на канале YouTube День ТВ под названием «Нагорный Карабах и Россия. Какие цели преследует Азербайджан?». Об этом хорошо было написано в Яндекс.Дзене, в блоге «Крысиные хроники». Можно войти, подписаться и ознакомиться. Лично я с удовольствием ознакомился. Итак, в гостях у Андрея Фурсова побывал военный обозреватель звезды Александр Артамонов. Не нужно обладать острым умом и зрением, чтобы понять, что программа была проплачена. Ведущему Фурсову были даны вопросы, а гостю Артамонову ответы соответственно. Если внимательно посмотреть и послушать, как выстроен диалог и на психофизику у людей в кадре, то коммерческая сторона программы хорошо просматривается. Ведущий постоянно заглядывает в то, что он набросал, а гость программы заглядывает за ответом в заранее исписанный ответами блокнот. «Я не первый год в журналистике, и подобные вещи мне хорошо известны. Причем от ведущего требуется всего лишь вопрос, без наводящих вопросов и поправок. Звучит вопрос и ответ на минут, скажем, 5-6, без остановки. Для тех, кто хорошо знает физиологию армяно-азербайджанского конфликта, сразу поймет, что человек всего лишь озвучивает алиевскую пропаганду, некоторые из которых нам хорошо известны. Например, какими огромными шагами Азербайджан идет вперед, как алиев хорошо настроен на мир в регионе и готов даже строить дороги из Армении в Карабах для миротворцев. И о том, что ход жалы, видите ли, он напомнил, и про армянскую церковь сказал в Баку. Правда, гость не уточнил, с крестом она или без. И про 35 тысяч армян, проживающих в мире и согласии в Азербайджане. Причем поразительно, что еще 10 лет назад нам говорили, что армян в Баку 3 тысячи. За 10 лет население армянское выросло еще на 32 тысячи. Парадоксально. Парадоксально, что численность мифических армян в Баку вырастает в геометрической прогрессии, но с той же геометрической прогрессии уменьшается численность лесгин, талышей и ингилойцев. Вы кого за дураков принимаете? А? Союзнички и их протеже. А сказ о том, что Эрзурум был городом в составе Азербайджана, это вообще отпад. Это в какой период он был в Азербайджане? Если обратиться к любым источникам, то черным по белому написано, что город исторически входил в армянские царства, и даже когда он отвалился к Турции, основным населением города были армяне, до тех пор, пока не случилась трагедия в 1915 году. При этом ведущий Фурсов, который является историком, ученым, сидит и помалкивает. Даже не поправил гостя своего. Да потому что задача была такая. С тебя вопрос, с него ответ. Мерзко, господин Фурсов, очень мерзко. Вы как студентам-то в глаза будете смотреть после этого. Ладно, ваш гость, журношлюшка, переплати, он иначе заговорит. Но вы-то, вы, вам жить с запятнанной репутацией. Уважаемые мои зрители, подписчики. Независимо от того, кто вы по национальности, не верьте этим ангажированным существам. Проверяйте все их слова на подлинность. А вам, ублюдочкам и пожирателям черной икры, хочу сказать, вам бы сейчас не Азербайджан превозносить, а стать более патриотичными, уважать. Нет, не армян уважать, бог с ними, армянами. Уважать своих хотя бы, русских, россиян. Азербайджан сбивает российский военный вертолет с русскими офицерами на борту. Но вы про это молчите. Азербайджан завозит к подбрюшью России джихадистов, с которыми российская армия борется в Сирии. Вы снова молчите. Турция воюет с российской армией в Сирии. Вы молчите. Убивает посла и наших пилотов российских. Вы снова молчите. Молчите и распространяете за определенную плату их антиармянскую пропаганду. Вам даже не грош цена, вы просто гроша ломаного не стоите. Позорники. И в качестве постскриптума хочу сказать тем, кто спекулирует на тему произнесения Байденом термина «геноцид». Эти люди, видимо, не знают или забыли, что Байден, еще будучи не президентом, был проармянским лоббистом. Я напомню, что с 1995 по 2007 годы Байден входил в группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за выделение американской финансовой помощи Армении на Горно-Карабахской республике в 1992 по 2008 годы. Не поймите меня превратно, что я тут агитирую за нового союзника в лице США. Сейчас это модно. Я просто напоминаю такие факты тем, у кого отшибла память и всяческими стараниями пытаются выставить Байдена как человека, который может усугубить конфликт в регионе. А теперь все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok